Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Наталья Юсупова и в начале выпуска коротко о главном. Старт на Эльбрусе. Сегодня республика приняла вахту памяти. Надеюсь, что мы хоть какой-то пример показываем им, и они тоже будут за собой мусор убирать. Выносили мешками. Молодая гвардия увидела в Нальчике чистые берега. Вот, как будто бы, вот, отлично. Понял так? И про траекторию не забывай. Маленькие шаги к большим победам. Идти за мечтой Ахмеду Кишеву помогает не детская сила воли. Сегодня в Приэльбрусе на базе спортивного центра Тирскул торжественно открылась вахта памяти. Нести ее будут войска Южного военного округа и поисковый отряд «Мемориал Эльбрус». Это ежегодная патриотическая акция, которая проходит в разных регионах страны под патронажем Минобороны. В честь 70-летия битвы за Кавказ в этом году решено провести ее в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии. Военные займутся поиском и захоронением останков советских воинов, защищавших высшую точку Европы. В начале июля представители министерства и местные поисковики встретились в Приэльбрусе, чтобы обсудить детали акции. Также был разработан план по спуску с перевала Дангус-Арун, найденных там орудий вермахта и советских пушек. Наша съемочная группа сейчас находится на склоне Эльбруса, откуда будет дан старт поисковым группам. И на прямой телефонной связи со студией наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Сафар, ждем от вас подробностей. Да, Наташа. В эти минуты отряд военных альпинистов собирается выйти на один из определенных уже заранее маршрутов на поиски останков советских солдат. Происходит это в районе канатной станции «Мир» на склоне Эльбруса. А с утра у памятника погибшим в году Великой Отечественной Стершколе состоялось торжественное открытие самой акции «Вахта памяти». И, Наташа, отметим, что 80 военнослужащих и Минобороны в течение наступающего месяца, августа, будут оказывать помощь поисковым организациям в поиске и захоронении останков воинов, погибших в боях в Эльбрусе в 42-м году. Спасибо, коллега. Напомню, это был наш специальный корреспондент Сафар Гиреев из Пейльбрусе, где сегодня стартовала всероссийская патриотическая акция «Вахта памяти». К другим темам. Министерство ЖКХ сообщает о прекращении деятельности компании «Нальчик Энергосбыт», как следует из релиза ведомства в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. Причиной стала постоянно растущая задолженность нальчикских электросетей перед МРСК Северного Кавказа. Только за прошлый год она превысила сумму в 130 миллионов рублей. Теперь вопросы с неплательщиками в судебном порядке будет решать Кабалк Энерго. На сегодня, уже в этом году подано в суд 2704 иска на общую сумму 68 миллионов 588 тысяч рублей. Это вынужденные меры, еще раз повторяю. Я думаю, что ситуация в этой части должна выравниться. Более того, она и выравнивается из года в год, платежеспособность, все-таки платежная дисциплина, она улучшается. Сейчас Кабалк Энерго переоформляет договоры с потребителями. Это касается только юридических лиц. Населению достаточно будет просто оплатить потребленную энергию по бланку с новыми реквизитами. Это, по словам юриста компании, будет считаться публичным договором. Однако в Кабалк Энерго жителям столицы рекомендуют снять показания счетчика до 1 августа на случай спорных моментов. Доходы жителей республики в первом полугодии выросли на 11%. В денежном выражении они составили 65,5 миллиардов рублей. Такие данные приводит Минэкономразвитие со ссылкой на Кабардино-Балкариостат. В то же время расходы увеличились почти на 13%. Всего жители потратили более 48 миллиардов рублей. В ведомстве констатируют, что основная часть этой суммы приходится на потребительские нужды. Существенный рост отмечается по сбережениям населения. В первом полугодии их удельный вес порядка 5% от общего объема расходов, что значительно выше прошлогоднего показателя. Почти вдвое должен снизиться уровень безработицы в республике в течение ближайших 7 лет. Правительство КБР утвердило программу содействия занятости населения Кабардино-Балкарии до 2020 года. Основная ее цель – предотвращение роста напряженности на рынке труда, обеспечение защиты граждан от потери работы, а также помощь в их трудоустройстве. Итогом должно стать снижение уровня безработицы до 5% экономически активного населения. В прошлом году этот показатель превышал 10. На реализацию программы предполагается потратить более 3 миллиардов рублей. «Чистые берега» – акцию с таким названием сегодня утром совместно с Минприроды провели активисты Молодой гвардии. В качестве объекта для уборки была выбрана пойма реки Нальчик. Между тем, ровно через месяц во всех регионах страны пройдет общий субботник «Зеленая Россия». В том, что и к концу августа волонтерам будет чем заняться, сегодня сомневаться не приходится. Елена Кушова продолжит. Хорошо, что выходных на неделе только два. Ничего другого сказать, глядя на эти мешки отходов, активисты молодогвардейцы не смогли. С таким количеством мусора, полиэтилена, битых и небитых бутылок не справилось бы и куда более полноводное, чем Нальчик река. Мусора очень много. Очень обидно, что люди за собой не убирают. Надеюсь, что мы хоть какой-то пример показываем им, и они тоже будут за собой мусор убирать. О том, что культуру бережного отношения к природе нужно воспитывать с самых малых лет, известно всем и давно. Но начинать при этом с себя готов не каждый взрослый. Дети урок усваивают и даже пытаются убедить других. Чтобы они не сорили, ну, чтобы природу не засоряли. Но вот сохранится ли эта убежденность в будущем – большой вопрос. Чем выше технологии, тем больше мусора человек за собой оставляет. И куда девать отходы, объективно говоря, проблема общемировая. Причем актуальность ее нарастает с каждым годом. Собранный сегодня мусор отправят на городскую свалку. В перспективе как раз речь идет о том, чтобы на этих свалках стояли не просто ямы, куда бы можно было захоронить эти отходы. Чтобы на них стояли мусороперерабатывающие линии, которые могли бы сортировать и производить из этого мусора какие-то товары, которые могут повторно приносить пользу населению. Вопрос ликвидации полигонов, твердых бытовых отходов сейчас решается на федеральном уровне. В правительстве России уже идет разработка пакета документов, которые позволят за 7 лет создать новую отрасль производства. Субсидии на установку мусороперерабатывающих линий в первую очередь будут выдаваться предприятиям малого и среднего бизнеса. Это позволит убить даже не двух зайцев, создать новые рабочие места, производить более дешевые товары и получить дополнительные доходы в экономику страны. Но в любом случае, прежде мусор должен кто-то собрать. Елена Кушхова, Наталья Булат, Адмир Сабанчи, Вести, Кабардинин, Балкария. Ему всего 8, и он хочет стать чемпионом. Проблемы со здоровьем не мешают Ахмеду Кишеву упорно идти к спортивным победам. Специальные программы для детей с ограниченными возможностями в республике реализуются не так давно, но уже дают неплохие результаты. В Минспорта отмечают, власти республики сейчас продумывают систему поощрений спортсменов-паралимпийцев, занимающих первые места в соревнованиях различного уровня. Сюжет Инны Богатыревой. Мне подсказывают, что сейчас сюжет готовится к эфиру. А мы продолжаем выпуск. В Нальчике появились новые знаки для автомобилистов. Информационная табличка и дорожная разметка с изображением фотокамеры со вспышкой предупреждают водителей на данном участке. Госавтоинспекция ведет фото- и видеофиксацию. Соответствующие изменения в правила дорожного движения были внесены 1 июля. В Республиканском управлении ГИБДД говорят, что данное новшество призвано уменьшить количество правонарушений. И эта разметка позволяет видеть, что мы действительно не скрываем, где находятся эти камеры. Мы хотим, чтобы на этих местах не нарушали правила дорожного движения. Ну и мы возвращаемся к сюжету Инны Богатыревой о спортсменах-паралимпийцах. Тренировки по стрельбе из лука при любой погоде. Начинающему спортсмену Ахмеду Кишеву всего 8. Проблемы со здоровьем с рождения. Но несмотря на это, мотивы для занятий определяет совершенно четко. Я пришел с такой целью, чтобы стать чемпионом. Я хочу быть чемпионом. Чемпионом быть хочу. До этого пробовал свои силы в пулевой стрельбе и легкой атлетике. Даже стал призером на соревнованиях в честь Олимпийского дня бега. Стрельбой из лука заинтересовался месяц назад. К тренеру привели общие знакомые. Александр Кулюшин недавно повысил квалификацию в Петербурге, чтобы работать с теми, у кого возможности ограничены. Долго искал ученика с загадками чемпиона. Серьезно разговариваем. Серьезно. Он меня иногда спрашивает, что готов к соревнованиям. Я говорю, да, уже готов. Это, конечно, юморной парень, очень быстро сообразительный. Рывется к победе. Правда, вот 8 лет и с лука, конечно, нам стрелять как бы еще рано. Ну, будем работать на подводящие упражнения. Врачи, кстати, как мне сказали в Москве, ему сказали, что есть шанс еще как бы упереться ножками в землю. А сейчас Ахмед пока еще в самом начале пути. Впереди усиленные тренировки и множество турниров, надеются тренер и мама. Занятия продолжаются и дома. А еще дартс, компьютерные игры и рисование. Почитать нам немножко надо, чтобы не забыл. И математику немножко, чтобы не забыл. Математику решаем, читаем, гуляем, когда солнышко на улице. Занимаемся. Вечером выходим, мама. Вообще-то ты отдыхаешь. Ну, утром мы отдыхаем, пока солнце сядет. Да, днем, пока солнце сядет. А вечером уже все детки собираются, и мы на улицу выходим. Да, даже. Главная трудность, признается мама Ахмеда, доехать до стадиона. Приходится весь путь проделывать пешком. Ребенок устает, да и с погодой не угадаешь. В Министерстве спорта признаются, что сложности в работе с маломобильными группами населения есть. Да и не всем из них показан спорт. К физическим нагрузкам надо подходить весьма осторожно. Примеры положительные есть, но, к сожалению, в общей массе, учитывая, что детей с ограниченными физическими возможностями и молодежью, около 4 тысяч в нашей республике, конечно, процент занимающихся не на должном сейчас уровне. Министерство спорта и туризма Каврино-Балкарской республики планирует в ближайшее время все-таки увеличить лицо тренеров-преподавателей. На прошлой неделе в республике побывал главный тренер паралимпийской сборной по стрельбе из лука Булат Санданов. Перспективы оценил, помощь обещал. С претендентом на звание чемпиона познакомился и сразу приступили к тренировкам. Рожденный недуг победить можно, уверены близкие Ахмеда Кишева. Ну а пока очередные шаги на непростом пути к победе. Инна Богатырева, Сланбим Амхегов, Игорь Микурин и Анзорка Широков. Вести Кабардино-Балкария. И к настоящему часу это вся информация. Следующий наш выпуск смотрите в 17.10. Не пропустите. Субтитры подогнал «Симон»!